Придя к православию и переосмысляя историю России, еще в начале 90-х годов, он благодаря отцу Владимиру Цветкову переосмыслил значение царя и царской семьи. И тогда еще помню, что мы стали приходить к тем местам, где царь бывал в Петербурге, где жил, где родились его дети. С каждым годом, так сказать, прочитывая, как-то вникая в жизнь царской семьи, в историю России, мы понимаем, насколько важен подвиг царя и царской семьи. Ведь действительно он человеческим образом повторил подвиг Христа, отдав свою жизнь и жизнь всей семьи за Россию, за будущее России. Трон оставил святым, незапятненным. Ну а мы видим, что тема креста, небоявленного креста, тесно связана с царской семьей. Во-первых, не зря так получилось, что митрополит Кирилл, в то время еще будучи в Екатеринбурге, осветил крест именно на царской Голгофе. И потом этот крест был перевезен в Владивосток и уже пошел по России. Семья царская послужила и служит России, сейчас на небе молится России. Музей заповедника Петергоф, где есть дворец, царская дача, нижняя дача, где царевич и трое дочерей царских родились. Мы приходим туда на праздник, молимся царской семье, совершаем святые Алексеевские чтения. Уже подключаются и казаки, так как царевич был и верховным атаманом всего казачества. Крест тоже, продолжая эту линию царствых мучеников, он в 2021 году проехал через всю Россию, начиная с Владивостока, по маршруту, по которому цесаревич Николай Александрович проехал свое знаменитое восточное путешествие. Это был, можно сказать, крестный ход, подготовленный Александром III, с тем, чтобы царевич познакомился со всей Европой и с Азией. И вот дал тот образ русского царя, белого царя, которого они очень любят, почитают. И несмотря на то, что в Японии произошло такое нападение на царевича, но это еще больше усугубило любовь к русскому царю. А уж когда цесаревич проехал по всей России, то эта любовь выливалась в такие совершенно невероятные почитания царевича. Люди за много дней приезжали к реке с тем, чтобы только увидеть царевича и прокричать ему «Ура!». Так что эта любовь, она и до сих пор живет в этих местах. Представляете, до сих пор в Владивостокской епархии ежегодно проходит крестный ход по тем местам, по которым был цесаревич. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть Господь нас избирает через разные ситуации в жизни, но чаще всего через скорби, через болезни. Скорбь за Россию, скорбь за то, что мы понимаем, что было при царе, царской семье, когда мы узнаем об этом больше и больше, о том, какой царь был, какая семья. И то, что сейчас происходит, понимаем, что очень много нам надо потрудиться, помолиться, именно чтобы Господь возродил Россию. И возрождение, как мы понимаем, как мы молимся, возможно, только когда России Господь даст Богом избранного царя. Да отвезу, стамая, вы ежеславите тебя, севрадиво пиюти, радуйся, кресте Церкви Христовой красоты и основания, сия вселенная утверждения, христиан всех упования, царей держала, верных прибежище, ангелов слава и воспевания, демонов страх, губительства и отгнания, нечестивых и невежных посрамления, праведных услаждения, обремененных ослабо обуреваемых пристанище, заблудших наставниче, одержимых страстьми раскаяния, нищих обогащения, плавающих кормщей, слабых сила, в обраньях победы удаления, сирых верное покровение, вдов заступниче, дев целомудря охранения, ненадеянных надежда, недужных врач и мертвых воскресенье. Часто тут вспоминаешь людей, так я в списочек как-то понимаю, что важно изо всех молиться у креста. Также мы некоторые списки сделали и молимся именно о воинах, тоже именно с тем, чтобы Господь сохранил их, сохранил для будущего России. Надо сказать о крестном ходе вообще. Крестный ход в России, это было такое постоянное действие. Более того, что я так по себе чувствую, что крестный ход – это некоторая временно собранная семья. Сначала это некоторая такая толпа молящихся, но постепенно, постепенно, день за днем, мы собираемся и уже возникает и более иерархичность такая. Дети тоже здесь появляются. Очень важно, чтобы было кому передать наши действия. То есть вот такая некая семейство все-таки образуется. И часто люди, когда уходят с крестного хода, уже после расходятся, говорят, ну вот как я буду дома без крестного хода? Вот как я так? То есть такое сожаление, что мы расходимся. И желание быть вместе подольше. Поэтому у нас тут крестные ходы, езды немножко удлинились. Вместо двух-трех дней, пяти, мы уже десять дней идем. И вот понимаем, что очень важна вот эта фраза старца Николая Гурьянова, что Россия спасется крестными ходами. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Когда соберутся в крестном ходу, идут, благодать действует, и кажется, ну долго бы крестный ход входил бы. А когда уже расходимся, живем своей мирской жизнью, то людей немножко растаскивает, расслабляется человек. Даже если он в храм ходит постоянно, но вот та благодать как-то теряется. И очень важно именно вот этот внутренний настрой на это, внутреннее такое понуждение себя. Потому что Царство Небесное, оно же нудится. И то, что нам старец сказал, мы должны исполнять. Да, немного, но людей берутся за это дело. Вот мы видим, что уже пять лет братья ездят. Но очень часто на дне те же. К сожалению, мы не можем сказать, что вот много желающих. Желающих мало. Вот какие-то домашние заботы, получается, перекрывают важность крестного хода. Но все-таки идет помощь. Пусть она небольшая, по минимуму. Ведь все-таки машина постоянно ломается. И машина уже старая. Но все-таки какая-то идет помощь. Потом каждая заправка, ну, достаточно дорого все. И ремонт. Но все-таки как-то уже пять лет крестный ход идет. И радостно, что и дальше есть планы настроены на то, чтобы пройти еще неизведанными маршрутами, еще больше охватить нашу Россию. Вот тем самым, той благодатью, которая идет через крест, соединить ее. Да, мы немощные, мы плохо молимся. А если, как говорится, нет другого никто, то тоже кроме меня. Получается так. И спасибо всем тем, кто помогает. И вот тут человеческий промысел один, а Божий он другой. Вот взять даже сейчас мы празднуем 270-летие со дня рождения императора Павла. И вот часто я, ну, раньше как-то понимал, что и сожалел, что вот Екатерина так долго его не давала ему быть императором. Хотя он с 18 лет должен быть уже зайти на престол. И когда мы внимательно изучаем жизнь, житие императора Павла, то мы видим, что до вот такого совершеннолетия, до 30 лет, он во многом потакал, можно сказать, губителем России, масоном. И как-то принимал те их действия. Он был обманут этой идеологией. И вот пока Павел Петрович, император, не пришел в ум, не увидел вот этот именно тайну этого масонства, их очень такие античеловеческие идеи, Господь ему не давал зайти на престол. И когда он уже созрел, тогда уже ему и дал Господь уже в 42 года зайти на престол. Так же и мы понимаем, что Господь сейчас нам дает этот крест, дает возможность ездить по России. И мы исполняем этот промысл. А как, что будет, для чего это? Ну тут понимаем, что нужна постоянная молитва. Боже, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Когда мы идем, мы же постоянно творим молитву Иисусову. И уже когда крестный ход кончается, она, можно сказать, продолжается. То есть это некоторая такая, ну, задел в тем, чтобы каждый из нас, из верующих, освоил эту молитву Иисусову. Вот. Ну хотя бы вот в крестном ходу уже точно мы идем и молимся, стараемся не разговаривать, а именно эту молитву. Иногда некоторые даже батюшки говорят, что вы молитесь молитвой Иисусовой ну, достаточно, ну, так, автоматически. Ну, вот как я понимаю, что молитва Иисусова, она, так же, как и человек трехсоставный, она тоже, можно сказать, три уровня имеет. И телесное, это произнесение слов, и душевное, то есть это как-то обращение к Богу еще пока незрело, душевно. Вот, вот я помолюсь, а мне Господь даст что-нибудь такое, какие-то блага. Ну, и духовную, когда мы молимся именно ради Царства Небесного. И не столько для себя, вот, а вот именно спасение, спасение России, спасение других наших близких. Вот. Поэтому важно, чтобы молитва Иисусова шла. Вот. Нам говорили, особенно вот на крестном ходу, вятском, никольском, вот, что можно читать Акафист. Ну, если посмотреть, когда идешь по этим разбитым дорогам, лесам, где можно упасть и туда куда угодно влететь, в какую-то лужу, то как можно читать Акафист? Здесь очень сложно. А молитва Иисусова, она идет, вот, как-то постоянно, когда к ней привыкаешь, вот, от сердца. Ну, так что я очень благодарен крестным ходам. Акафист. 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 Субтитры подогнал «Симон»